Добрый день, уважаемые саровчане! На сегодняшнее утро, на 7 мая, мы с вами имеем зарегистрированных нарастающим итогом 70 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией у наших горожан. Это плюс один за истекшие сутки. И этот один снова завозной и снова из Москвы. Поэтому я обращаю ваше внимание на это уже который раз и считаю, что это сейчас самое важное. Для нас сейчас осталось самых две важных территории, с которыми у нас тесные контакты, и которые расположены не очень далеко от нас, и которые имеют очень высокий уровень заболеваемости. И тем не менее, наши горожане ездят туда. Для нас это Москва с Московской областью, но больше, конечно, сама Москва и Дивеево. Вот эти два региона, Дивеево на карантине, у Москвы тоже достаточно сложный пропускной режим, но тем не менее, люди всеми возможными способами, решая какие-то свои личные задачи и личные проблемы, пытаются в эти регионы попасть. А наша задача со своей стороны сейчас людей туда или не пустить совсем, или предложить им по возвращении сесть на двухнедельную изоляцию, предупредить о себе, взять этих людей под контроль, защитить здоровье их и тех, кто вместе с ними проживает. Поэтому, еще раз, Москва и Дивеево, Дивеево на карантине. Те, кто в период карантина, пусть даже это жители нашего города, оказались и живут в Дивеево, значит, на период карантина они сейчас там и остаются. И только в экстренных случаях, только по каким-то очень важным показаниям, люди могут покидать карантинную зону. Это решается в индивидуальном порядке, а не просто потому, что сегодня мне хочется пожить в этом населенном пункте, а с завтрашнего дня в другом. То же самое касается Москвы. Мы прекрасно понимаем, что в Москве у нас есть родственники, знакомые, у кого-то работа, у кого-то работа вахтовым методом, у кого-то там учеба. Много, много разных случаев. Но, еще раз, взвесьте все за и против. И если все-таки выезд в Москву необходим, то по приезду позвоните на горячую линию, позвоните нам. Обязательно наблюдайте за своим здоровьем две недели. Не контактируйте с посторонними людьми. Уменьшите количество контактов у себя дома. И будьте под медицинским наблюдением и под лабораторным контролем. Это сейчас очень важно. Итак, 70 больных нарастающим итогом. И по-прежнему у нас 13 выздоровевших. За стекшие сутки больше пока никто не выздоровел. А больные, те, что еще болеют, это все лица легкой и средне-тяжелой формы. Средне-тяжелой формы у нас 12 человек. Да, 12 человек. И остальные это легкая форма. Из больных 16 человек госпитализировано. Все они госпитализированы в нашу клиническую больницу. Я уже вчера говорила, что пациент из Привозского окружного медицинского центра вернулся сюда с улучшением. Продолжает лечение здесь, в городе, на дому. Значит, есть вопросы. Все-таки будем или не будем мы пользоваться дальше услугами Привозского окружного медицинского центра. Я уже говорила это. Еще раз повторю, в этом плане ничего не меняется. Привозский окружной медицинский центр, как референс-центр в нашем регионе, закреплен за нами для того, чтобы туда направлять людей с тяжелыми формами. Вот в данном случае лечившийся там наш пациент, он не был в тяжелой форме. Он был средне-тяжелый. Но, тем не менее, мы вот эту систему, что называется, отработали, откатали, посмотрели, каким образом можно направлять, лечить, возвращать. Система работает. Нас Привозский окружной медицинский центр принимает. Там достаточно тоже приличные, хорошие условия. И они приспособлены именно для тяжелых форм заболеваний. Поскольку у нас тяжелых нет, то сейчас мы больше пока никого туда не направляем. Но если таковой потребуется, то, конечно, нас там примут без всяких вопросов. То, что касается статистики. Продолжают, несмотря на то, что мы вчера проговорили это. Но есть еще вопросы, и люди не понимают, почему же все-таки тогда, если мы не входим в статистику нашего региона, нашего субъекта Нижегородской области, а другие зато входят. Давайте я попытаюсь еще раз немножко с другим акцентом, но о том же самом сказать. Что значит статистика? Статистика сводится там, где проходит подтверждение лабораторных анализов. Пока лабораторные анализы подтверждались в Нижнем Новгороде, вся заболеваемость и входила в Нижегородскую область. Как только было дано право все анализы без проверки в лабораториях Нижнего Новгорода проводить в нашем городе, так сразу и статистика из Нижегородской области ушла. Ну что значит ушла? Ее нет на официальных сайтах. На самом деле там все наши данные есть. А куда они тогда входят? Они входят по принадлежности лабораторий. Обе лаборатории, которые у нас делают анализы, и они же проверяют и верифицируют, у нас входят в систему Федерального медико-биологического агентства. Федеральное медико-биологическое агентство, это ее центральный аппарат находится в Москве, и вот в Москву стекается эта информация. Зато все у нас разные. У нас кто-то имеет свои лабораторные базы, кому-то дано право выполнять эти анализы, кто-то не имеет и не может их проводить. Или просто временно лишен этого права и готовится только к этой проблеме и наращивает сейчас свои лабораторные потенциалы. Поэтому те зато, кто сами не выполняют анализы, а главным образом даже не то, что они выполняют или не выполняют, а то, кто подтверждает, тот, кто дает окончательный, заключительный диагноз. Вот если такого нет в зато, то, значит, они входят в свою службу там, где они в основном, это бывает по территориальному признаку, иногда не по территориальному признаку. Вот, например, если мы возьмем московский регион, то наши предприятия и некоторые городки, о которых я вчера уже некоторые называла из них, они не входят в заболеваемость в Московской области. Их отдельно считает наше Федеральное медико-биологическое агентство. Значит, вот все сделано для того, подводим итоги, чтобы не было двойной регистрации больных, для того, чтобы их отдельно не посчитал Нижний Новгород, потом их еще посчитал Москва, потом их сложили, и заболевших в стране стало в два раза больше. А это, на самом деле, одни и те же люди. Вот для того, чтобы такого не было, есть четкая схема. Вот кто подтверждает анализы, тот их у себя на территории и учитывает. Поэтому нам с вами без разницы, входим мы наши цифры в заболеваемость Нижегородской области или не входим. Если мы знаем, что они не входят, мы просто берем их и суммируем. И мы прекрасно понимаем, что заболеваемость Нижегородской области это то, что подтверждает Нижний Новгород, плюс то, что подтверждает Саров. А для нас с вами вообще самое интересное, это то, что происходит у нас с вами рядом. Для нас даже не вся Нижегородская область может быть интересна, а я повторюсь, опять Дивеево, Первомайский район, Вознесенский район, Ордатовский район. Вот кто нас больше всего интересует. И все они сейчас не очень благополучны, а особенно Дивеево. И у нас опять есть случаи, когда люди хотят выехать из Дивеева, я уже с этого начинала, но это бесконечная тема, бесконечные звонки, бесконечные проблемы. Люди почему-то считают, что карантин не для них, что я где хочу, там и живу, и у меня свобода перемещения. И нарушаются мои права. А при том, что эти люди нарушают права, и самое главное право на жизнь и здоровье своих окружающих людей, вот об этом почему-то забываем. Мы помним только про свои права. Товарищи, вспомните, пожалуйста, про права окружающих вас людей. Ваши права заканчиваются ровно там, где начинаются права окружающих. Об этом говорит все наше законодательство. Итак, значит, 70 больных, 13 выздоровевших, 16 госпитализированных, и еще под наблюдением на карантине 62 человека. И эти 62 человека по-прежнему у нас не могут гулять, и у нас по-прежнему, мне вчера было несколько звонков о том, что на самом деле где-то кого-то видят. Я еще раз повторюсь, что я предлагаю такие сообщения делать в полицию. Мы в свою очередь тоже в полицию сообщаем. Конечно, пост они выставить не могут постоянно у дверей всех квартир, где есть контактные, изолированные люди. Но, тем не менее, периодически эти проверки проводят, протоколы составляют. На самом деле эта работа идет. У меня вчера по поводу изоляции было три основных вопроса. Ну, вернее, вопросов было много, но я бы их вот так скомпоновала в три категории. Первое – это по поводу изоляции лиц, проживающих вместе с больными, если сами они уже выздоровели. Я уже говорила, но хочу сакцентировать внимание. Вот, допустим, семья. Допустим, все они заболели. Но при этом двое уже выздоровели, больничный лист закрыт, и они вроде как могут пойти на работу, и могут уже спокойно гулять по городу, и могут куда-то ездить. Но при этом в их квартире остается их родственник, который продолжает болеть. Вот в этом случае, несмотря на то, что человек выздоровел, мы постановление на карантин этим людям продлеваем. Да, они выздоровели. Да, сами они не выделяют вирус. Да, они уже не заразятся второй раз от своего родственника. Но, вспоминаем, заболевание переносится не только воздушно-капельным, но и контактным путем. Значит, простым физическим контактным путем, путем выноса каких-то вещей с руками, с вещами, эти люди могут принести инфекцию в иные территории. Следовательно, мы предупреждаем работодателей, несмотря на то, что человек здоров, он не может выйти на работу. Мы предупреждаем полицию, этот человек все равно не может ходить по магазинам, потому что он опасен. Он именно опасен в контактном смысле. Поэтому, к сожалению, те, кто переболели, я вас поздравляю, вы выздоровели, вы счастливы, и мы за вас счастливы. Но вам, пока у вас есть кто-то больной дома, ходить никуда нельзя. Второй блок вопросов. По изоляции лиц, по добровольной изоляции лиц. Вот человек не относится ни к одной из категорий, которая включена в наши указы, постановления, правила, приказы и так далее, и так далее. Нет ни одного нормативно-правового акта, за который можно было бы зацепиться и человеку сказать, что да, я могу быть добровольно изолирован, и не ходить на работу. Вот вчера такой у меня на приеме был один человек. Ни под какую категорию не проходит. Никаких сопутствующих заболеваний. Возраст достаточно молодой, и вот все. Но его предприятие продолжает работать, а он хочет быть добровольно изолирован. Вот таким мы, не помощники, и не можем предложить им ни один из законных вариантов для того, чтобы с помощью нас, с помощью Санэпид-службы, каким-то образом отстраниться от работы. Я всем таким людям предлагаю обращаться к своим работодателям и находить просто какие-то чисто человеческое понимание. Если есть возможность, попробовать попроситься на дистанционную работу. Если есть возможность, взять отпуск. Если отпуск уже отгулен, попробовать попросить административный. Может быть, есть какая-то возможность выполнять работу, не будучи в контакте со своими коллегами, от которых они боятся заразиться. В конце концов, выйти на работу, но использовать все средства защиты, потому что даже если вокруг вас больные, так как у нас сейчас медики работают, но вы в маске и в перчатках, и с чаем не пьете, не здороваетесь, не обнимаетесь, не кашляете друг на друга, вы не заболеете. Может быть, такой способ использовать. Но в любом случае, это к работодателям. А учитывая, что мы все-таки подходим к периоду, когда мы все постепенно начнем после праздников выходить на работу, наращивать мощности, и начнут, наверное, все-таки, судя по тому, что вчера нам сообщили на федеральном уровне, начнут все-таки работать наши промышленные предприятия, а следовательно, начнут работать и другие. Мы постепенно будем возвращаться к работе. Нужно, конечно, в первую сейчас очередь думать не таким, никаким образом изолироваться, а как построить свою работу, как свою дальнейшую работу построить в том коллективе, в тех условиях, в которых вы работаете. Это обговариваемые вещи, об этом действительно нужно думать. Вы правильно обращаете на это внимание. Но я все-таки думаю, что если с работодателем будет достаточно сложно, обращайтесь, может быть, мы будем проговаривать какие-то условия на вашей работе. В конце концов, на этот период есть возможность, опять же, через работодателя менять характер своей работы, и это допускается законодательством. Но это только все со своим непосредственным начальством. И, наконец, третий блок вопросов – это изоляция, если были контакты на работе с больными коллегами. Вот вчера у нас тоже такая была ситуация, и поэтому было много звонков. На работу пришла сотрудница, которая заболела на самом деле давно, от всех это скрывала. В праздники болела, температурила. Были все признаки острого респираторного вирусного заболевания. Напилась таблеток, чтобы сбить температуру, чтобы прийти на работу, чтобы никто не заметил, температура нормальная, все хорошо. Мало того, что скрыла, это еще полбеды, мало того, что вышла на работу, это еще четверть беды. А потом пришла и дружно со всеми пила чай, со всеми разговаривала, передавала документы, не использовала средства индивидуальной защиты. То есть прям по полной программе, если вдруг это коронавирусная инфекция, заразила всех своих сотрудников. Молодец! Поэтому, естественно, все сотрудники… А действие таблетки прошло, и температура начала повышаться, и женщине стало плохо. И стало всем очевидно, что она больна. Ее вывели, ее заставили сесть на больничный лист. Мы, конечно же, проведем ей анализ на коронавирус. Но если вдруг она больна, представьте, она заразила весь свой коллектив. Вот это ровно о том же. Я борюсь за свои права, но мне наплевать на права моих коллег. А как она потом выйдет на работу? Как она потом будет в глаза смотреть людям? Я уже не говорю о том, что если вдруг это действительно окажется коронавирусное, то там ей грозит и серьезная ответственность. Но и ответственность в конце концов заплатит деньги, все свое отработает. А как она с этими людьми работать потом будет? Товарищи, ну нельзя думать только о себе. Давайте подумаем об окружающих нас людях. Это близкие нам люди. Мы на работе проводим половину жизни. Как так можно относиться к своим сотрудникам? Поэтому, значит, я хочу ответить всем. Вот я привела один пример вчерашний, а в принципе таких очень много. Значит, очень простой ответ. Ну, во-первых, на первом этапе не волнуйтесь. У нас у любого заболевания есть инкубационный период. Те, кто вчера с этой женщиной пили чай, естественно, они как минимум два дня не заразны. А люди-то боятся идти домой. У них дети, старики дома. А у некоторых не забывать и вообще лежачие родственники дома, тяжело больные. И они боятся идти домой, нести эту заразу. Значит, ну я всем объяснила, что нужно, как нужно обработать, помыть руки. Прийти домой совершенно спокойно. И первые два дня в любом случае они не заразны. За эти два дня мы узнаем, есть ли заболевание, вот, именно коронавирусное я имею в виду, заболевание COVID-19 у этой женщины. И тогда только вот со всеми контактировавшими мы начнем работу. В любом случае у нас запас минимум два, обычно три дня. То есть сразу всем разбегаться с работы не нужно. Вот этой панике тоже она совершенно ни к чему. Ну и я всегда работодателям говорю, что в таких случаях, если кто-то пришел на работу больной, сразу составляйте список лиц, кто близко контактировал. Что такое близкие контакты? Это контакты в одном полутора метров, без средств индивидуальной защиты, прямая передача друг другу документов, которые только что отработаны, опять же, без средств защиты, без перчаток. И если вот такие контакты были, чай где-то вместе пили, вместе здоровались, еще что-то, то вот такие контакты нам передаются. Значит, не, как мне сказал вчера один руководитель, я, говорит, вам подготовил, список добровольцев, которые хотят тестироваться. Значит, не список добровольцев, которые хотят тестироваться, а список лиц, которые близко друг с другом контактировали. Принципиально разные вещи. Обычно у нас, кто близко контактировал, как раз хотят переждать и посмотреть, и никому ничего не говорить. А вот те, кто хочет просто протестироваться, не будучи совершенно в контакте, это совсем другие люди. Нам просто так загружать лабораторию нет никакого смысла. Мы хотим работать, понимая, что мы делаем, а не просто так, кому что в голову взбрело. Это вот я ответила на три основных блока вопросов, которые вчера поступали. Кроме того, у нас есть вопросы по масочному режиму в магазинах. Вы знаете, что указом губернатора дополнительным пунктом введена такая норма, как обязательное посещение магазинов, особенно крупных магазинов. А у нас сейчас в основном такие работают, сетевые, в масках. Почему? Понятно опять, почему сделал это губернатор Нижегородской области. Потому что уже восемь территорий на карантине, потому что заболеваемость очень высокая, потому что на самом деле уже некоторые территории перешли в четвертую фазу эпидемического процесса, когда не поймешь, кто от кого и как заражается. А раз не поймешь, значит, мы понимаем, что это только верхушка айсберга, и у нас количество в таких регионах людей ходит по магазинам. И совершенно четкое у нас есть понимание, причем как по России, так и по всем остальным странам, то самое первое место, где человек может заразиться, это непосредственно от больных в отделении, но там, слава богу, у нас только специалисты, а второе – это как раз магазины. Потому что как бы мы ни болели, как бы мы ни жили, какие бы карантины у нас ни были, нам всем нужно кушать, нам всем нужно покупать предметы первой необходимости, и мы все дружно встречаемся в магазинах, дружно очень. Поэтому сейчас, когда заболеваемость выросла, когда ее реально привезли из разных регионов, когда у нас есть такие моменты, когда люди больные, видите, вот даже на работе, скрыв свое заболевание, продолжают общаться, а уж про магазин-то вообще никто ни про кого не думает. Такая норма введена. И, конечно, что винить работников? Они исполняют свою обязанность, им велено, чтобы был масочный режим. Они требуют масочный режим. Значит, если есть магазины, где маски выдаются бесплатно, замечательно. Если там маски бесплатно не выдаются, значит, будьте добры принесите их из дома. Сейчас везде продается марля, можно ее сшить и с этой одной маской жить прекрасно достаточно долгое время. Постирав и погладив ее, она становится опять абсолютно безопасной, можно ее носить снова и еще раз в магазины, еще раз и еще раз. И еще я вам хочу сказать, что, конечно, нам всем надоело сидеть дома. И мы прекрасно видим, что магазин сейчас – это не только место, где можно купить продукты. Я это наблюдаю практически каждый день. Это место, куда вы ходите погулять, посмотреть, поговорить друг с другом. Посмотреть, что в мире делается, обсудить какие-то новости. Поэтому, если вы так используете магазины, то тем более нужно ходить туда только в масках. И если там много народу, то, может быть, вспоминайте картинки наших средств массовой информации федеральных. У нас же даже есть, причем это в разных странах использовалось, когда начинают ограничивать вход в магазины, пускают туда по несколько человек. Но давайте до этого не дойдем. Давайте все-таки будем соблюдать правила и сохраним заболеваемость на том уровне, который у нас есть. А у нас впереди прекрасная, прекрасная есть перспектива выйти, наконец, после праздников потихонечку включиться в работу, чтобы начали работать сначала промышленные предприятия, частично начали работать детские садики, чтобы у нас увеличилось количество лиц, которые, наконец, займутся делом и перестанут думать, куда себя деть. Ведь жалко смотреть на людей. Не знают, куда деть детей, как им дать погулять, какую возможность для себя использовать, чтобы делом заняться, и при этом не заразиться, и никого не заразить. Поэтому с работодателями будем этот момент все обсуждать. Каким образом? Там точно масочный режим понадобится на работе. Но нужно к этому готовиться. Я белой завистью завидую людям, кто сейчас находится на изоляции, потому что мы все время работаем. Мы и выходные работаем, и в праздники работаем. И на работе тоже в масках. Но к этому просто нужно привыкнуть. И да, сейчас такой период, никуда не денешься. Был период, когда я говорила, что маски не нужны, у нас нет ни одного заболевшего смысла, нет маски одевать. Сейчас они уже нужны, к сожалению. Придется работать в масках. Это был еще один вопрос. И на сегодняшний день у меня информация вся. Я еще раз подытоживаю и скажу, что для нас самое главное сейчас возвращаться к нормальной жизни, стараться не посещать Москву и Дивеево. И всеми силами стараться не заразиться там, где риск заражения самой большой. Больница, магазины, аптеки. Всего вам доброго, хорошего вам дня.